МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алкоголь под запрет. В Чебоксарах обсуждают правила размещения точек продажи алкоголя. Когда врача нет рядом. Как помочь пострадавшему, рассказывает фельдшер скорой помощи. Блюститель чистоты. В Чебоксарах появился памятник дворнику. Сегодня в Чувашии выпал первый снег. А вместе с ним усилился ветер. В некоторых районах его порывы достигали 20 метров в секунду. Синоптики отмечают, что зимние вещи жителям Республики понадобятся как минимум еще на три дня. Вот как нам прокомментировали сегодняшнюю погоду в гидрометеоцентре. Виновником в столь ранней зимней погоде является обширный циклон центром над Кировской областью. Циклон малоподвижный, заполняющийся. Территория Чувашской Республики располагается в тылу этого циклона, куда поступает холодный арктический воздух. В ближайшие три дня в Чувашии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с метелью. Ветер с северо-западного направления 8-13 метров в секунду. Пребладающая температура воздуха ночью минус 1, минус 6 градусов. Днем минус 1, плюс 3. Это аномально холодная погода. Главная тема сегодня – резкое похолодание и снег. Вовремя ли начался отопительный сезон в районах и городах республики? И какие вопросы нужно решить в первую очередь? Обсудили глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Олег Марков и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Одним из первых начали отопительный сезон Канажский, Маргаушский, Чебоксарский районы Канаж и Чебоксары. В 16 муниципалитетах 100% многоквартирных домов и социальных учреждений подключены к теплу. В трех остаются вопросы с подачи тепла. Работы по пуску тепла в основном идут в плановом режиме. Нормативными актами муниципальных образований отопительный сезон был начат в период с 1 по 7 октября. В течение сегодняшнего дня будет полностью подано тепло. И с небольшим отставанием у нас идет Цивильский район. Это они там буквально 2 многоквартирных дома планируют запустить к 11 числу. И по Алатарскому и Марпасадскому району к 12 числу тоже все будет запущено. То, что касается города Чебоксары, у нас пока остаются не запущены две котельные. Котельная 2К – это на Южном поселке. В этом году модернизация этой котельной полностью оборудованию было заменено. И это раньше, если эти дома отапливал строй керамика, сейчас идет подключение новой котельной. Вчера врезка газа была в этой котельной. И сегодня пробно. И сегодня же, к концу дня, в течение сегодняшних суток тепло в этих двух домах – Сапожниково 4 и Сапожниково 5 – сегодня планируют дать. В Батревском районе самый низкий процент подключенных к теплу многоквартирных домов и объектов социокультурной сферы. Всего 75%. Обсудили на встрече ситуацию по долгам за газ. Олег Марков доложил, что с начала отопительного сезона задолженность за ресурсы сократилась на 13%. Но, тем не менее, сумма серьезная и составляет 798 миллионов рублей. Сейчас с муниципальными образованиями разрабатываются графики погашения задолженности. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Каким будет микрорайон, расположенный за монументом матери-покровительницы в Чебоксарах? Этот вопрос обсуждался на градостроительном совете в администрации столицы. Территория, ограниченная улицами Водопроводная и Константина Иванова, уже несколько лет в собственности у застройщика. У строителей свое видение микрорайона, у архитекторов свое. Удалось ли договориться? В следующем сюжете. Архитектор Надежда Рожкова занимается планированием этого микрорайона уже 10 лет. Сначала это делала для администрации города, теперь по заказу фирмы-застройщика. Территория, она довольно-таки, сегодня земля стоит очень дорого. И, конечно, требование какое? Это не требование, пожелание его, чтобы был выход квадратных метров жилья хорошего, элитного. Здесь нет простого жилья, здесь только элитное жилье. Поэтому показатели, они сегодня по квадратным метрам здесь завышены, но выход жилья все равно получается не очень большой. Планировка микрорайона уже обсуждалась на предыдущем градостроительном совете. Тогда у специалистов возникли вопросы и к количеству этажей в жилых домах, и к выстраиванию транспортной системы в микрорайоне. По словам Надежды Рожковой, месяц не прошел зря. Неоднократно встречались с архитекторами и вынесли на суд специалистов оптимальный вариант. Мы понизили сейчас этажность, поэтому квадратных метров жилья получается у заказчика намного меньше. Понизили к заливу до четырех этажей. Но по водопроводной у многих архитекторов наоборот было предложение повысить этажность. Но мы оставили 12 этажей и сделали их более компактными, не такими масштабными, более террасными. То есть, в принципе, немножечко так подработали. Архитекторы отодвинули от монумента дома и расширили пешеходный бульвар. Дома стали своеобразным экраном монумента. Микрорайон, он еще живой и, наверное, будет развиваться, где-то что-то дополняться, меняться. Главное сейчас определить все-таки транспортную схему. Этот микрорайон, он как никто другой, связан с окружающими территориями. Это непосредственно микрорайон центральной части, который будет формировать и формирует этот залив. Организация высотных акцентов, что будет являться и панорамной работой для Волги, и для залива, и для самой этой территории, это тоже уже обозначено. В плане микрорайона предусмотрены места для подземных парковок, школы и детского садика. Городостроительный совет принял изменения, которые внесли архитекторы, и утвердил проект застройки микрорайона. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Положение дел на рынке труда и проблему подготовки кадров обсудили во время рабочей встречи. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров. Значительная часть выпускников сегодня идут работать не по специальности, что нивелирует значимость высшего образования. А следовательно, одна из задач государственной политики – выстроить грамотное взаимодействие между студентами, учебными заведениями и будущими работодателями. Чувашский госуниверситет уже реализует несколько проектов в этом направлении, и правительство республики возлагает на ВУЗ большие надежды. Конечно, у вас прекрасный, сильный научно-образовательный центр. Один из лучших по сравнению с другими даже учредителями высшего профессионального образования. Мы встречали у вас, встречались с преподавателями, обсуждали. И нам надо, конечно, используя научные, творческие идеи, постараться через проект реализовать, конечно, в реальной секторе экономики. Это ключевое направление нашей деятельности наряду с профоренцовной работой. Поскольку если эти два направления мы будем отрывать друг от друга, то у нас эффект от деятельности университета, вузовской деятельности вообще, он будет невеликим. Поэтому мы вот эти два направления, два вектора, две задачи решаем в совокупности. Вот пример тому, вчерашняя встреча с представителем фирмы «Миконт». Это структурное подразделение «Конструкторское крыло» концерна «Тракторные заводы», с которым мы совместно открываем, открыли уже решение ученого совета, было в сентябре, кафедру колесных и гусеничных машин. Это уникальная кафедра, поскольку осталась в единицах вузов. Вот есть у Баммана, в Сибири, вот у нас. С 2012 года в Чувашии реализуется программа «Доступная среда». В ее рамках особое внимание уделяется адаптации социально значимых объектов под нужды детей с ограниченными возможностями. Что уже сделано, а что еще предстоит, покажет мониторинг общеобразовательных учреждений. Наша съемочная группа побывала в одной из таких школ. Для 11-летнего Миши Терентьева получение знаний в школе и живое общение со сверстниками уже давно не проблема. В 59-й школе для него созданы все условия. Это образовательное учреждение стало первым, в котором стали реализовывать программу «Доступная среда». Специальные поручни и ручки, расширенные дверные проемы, оборудованные санузлы. Весь первый этаж полностью готов к тому, чтобы ребенок мог передвигаться без посторонней помощи. В некоторых организациях мы приходим и не везде можем пройти. Здесь проблем таких нет. И везде пандусы. Очень комфортно. За нами приезжает учитель. Нам все помогает. Я только сопровождаю ребенка. Получаю удовольствие и смотрю, как ребенок радуется. Практически полтора года Миша учится по особой программе на дому. Учителя проводят занятия дистанционно с помощью специальных программ. А в школе совместно выполняют различные лабораторные работы. Думаю, занимаюсь каждый день. Учусь по скайпу. Учиться очень интересно, познавательно. Мы проходим разные интересные темы. Меня здесь всегда встречают одноклассники. Я очень рад. Я хочу встать на ноги и опять учиться здесь, в школе, своими ногами. Всего в школе учатся 23 ребенка с ограниченными возможностями. Десять из них передвигаются в колясках. Сегодня безбарьерная среда создана в 66 школах республики. В этом году адаптируется еще 31 учебное заведение. Нужно сказать, что здесь кроме общеобразовательных организаций уже включаются в этот процесс учреждения дошкольного образования, учреждения дополнительного образования детей. Очень важно, чтобы дети у нас чувствовали внимание. Для них была создана доступная среда именно уже с младенческого возраста. То есть, буквально, когда они придут, нам детские сады. Результаты республиканского мониторинга будут подведены буквально через неделю. Наблюдение позволит увидеть действие программы в реальности и скорректировать ее в случае необходимости. Наверное, нет необходимости все школы оборудовать, потому что это накладно. А вот то, что будут школы именно предназначены для детей с ограниченными возможностями, в этом уверенность есть. В таких условиях особенные дети лучше учатся, лучше развиваются. Образование действительно становится доступным. И это одна из главных целей программы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Не меньше 100 метров на такое расстояние от детских садов, школ и других социальных объектов могут перенести в столицу Чувашьей точки продажи алкоголя. Накануне этот вопрос рассмотрели в администрации Чуваксар. 20 метров от детских садов, школ, больницы, 70 метров от спортивных учреждений. Таковы сейчас в Чуваксарах минимальные расстояния от социальных объектов до точек продажи алкоголя. Администрация города предлагает ввести новый норматив – радиус в 100 метров. Казалось бы, чего тут обсуждать? Мера полезная. Однако, если прибавить к нынешним минимальным расстояниям несколько десятков метров, под действие запрета попадут порядка 270 предприятий общественного питания и розничной торговли. Так что дискуссия была жаркой. Несколько лет назад норматив в 100 метров уже предлагали ввести. Тогда от этой меры отказались. Мы посчитали тогда, что если 100 метров принять, то практически вся розница к тому времени будет исчезнуть из города Чуваксары. Времена изменились, а вот проблема осталась, заметил бизнес-омбудсмену, исполняющий обязанности главы городской администрации. Если бы этой проблемы не было, мы бы ее не поднимали. К сожалению, спаивание населения продолжается. Общественность с Алексеем Маклыгиным была солидарна, но полномоченный по защите прав предпринимателей привел свои доводы. Мы не против закрытия питейных заведений. Ради бога, пусть в этих кафешках, разливайках этого не будет. Мы видим, что благодаря этому постановлению Чебоксарскому практически вся розница у нас умрет. Все магазины умрут. Вы это понимаете? Мы не за то, чтобы огульно подросткам продавали. Вы нас немножко неправильно выставляете. Мы видим последствия, которые приведут к катастрофе нашей розницы Чебоксарской. И те люди, которые продают, они видят это. Вот сейчас вот СМАК выступил. У СМАКа из 12 магазинов все магазины закроются реально. Представители производителей алкогольной продукции отметили, они тоже против непонятных круглосуточных питейных заведений, где горячительные напитки наливают, не заглядывая в паспорт. Однако в нынешнем виде постановление принесет больше вреда, чем пользы. Это постановление в том виде, в котором оно было. Публика его направит для этого постановления. Так или иначе затронет, как частных индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность добросовестно, соблюдая все требования законодательства, все требования, которые установлены местной администрацией, они от этого пострадают. Бюджет от этого недополучит определенную сумму. А из бюджетных средств мы потом благоустраиваем два дыр. Детские сады строим и прочее. Итак, у медали в виде постановления две стороны. А раз так, то документ нужно дорабатывать, чтобы и добропорядочный бизнес не пострадал, и так называемые разливайки от соцучреждений были подальше, а лучше вообще исчезли. Принять нельзя отменить. Запятую ставить пока, видимо, рано. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Морозная погода задержится в Республике и на выходные. Метеорологи прогнозируют похолодание до минус 7 градусов в ночное время. В региональном управлении МЧС призывают водителей быть внимательными на дорогах. Неблагоприятные погодные условия могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Как грамотно оказать первую помощь пострадавшим, знает фельдшер скорой помощи Алексей Смирнов. Он написал эту книгу, ориентируясь на свой богатый опыт работы. На ее страницах Алексей Смирнов дает советы, как оказать первую помощь тем, кто попал в беду на дороге, отдыхе и в быту. Медик с 15-летним стажем говорит, что именно в октябре увеличивается количество аварий со смертельным исходом. Хотя жизни пострадавших можно было бы спасти, окажись рядом человек, знающий основы первой помощи. К примеру, вот так надо проводить реанимацию при остановке сердца. Руки собираем в замок, в локтях они прямые, плечи над человеком. Делаем это с частотой 100 раз и более в минуту на глубину 5 сантиметров и более в соотношении 30 раз. После проведенного массажа сердца необходимо осуществить два вдоха в человека. Запрокидываем голову, чистим все, что у него есть во рту и делаем два выдоха в человека, зажав нос либо рот. И приступаем опять к массажу сердца. Это на первый взгляд сложно, говорит Алексей. Запомнить алгоритм простых действий в состоянии любой человек было бы желание. А дальше подключаются доктора-профессионалы. Очень принципиально и важно оказать помощь именно в первые секунды после происшествия. Так как, скажем, за 2013 год из числа погибших, пострадавших в ДТП, погибло 86,6% до приезда скорой помощи. То есть это говорит о том, что если кому-то и можно было оказать какую-то помощь, то эту помощь можно было оказать только до приезда скорой помощи силами первых очевидцев. За мои 15 лет выездной работы я видел, может быть, пару-тройку раз правильно оказанную первую помощь. В этом году он планирует провести специальные курсы для учеников и преподавателей УБЖ. С лекциями медики будут выезжать и в другие районы. Медриковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Улицы многих российских городов украшают памятники представителям различных профессий. Мы ценим учителей, металлургов, шахтеров. В Чебоксарах сегодня появился памятник дворнику. У него есть предшественники в разных уголках нашей большой страны. В Москве таких памятников несколько. В Уфе, к примеру, один. Где-то блюститель чистоты в бейсболке и ботинках, где-то с бородой и метлой из веток. В Чувашии есть три памятника дворнику. В Цивильске, в АллатРе и вот теперь в Чебоксарах. Столичный дворник особо женского пола. Художник Владимир Васильев и скульптор Георгий Пупин решили, что за порядком в Новоюжном районе будет следить молодая красавица. В ее руках неизменный атрибут – метла. А в ногах мурлычет кошка – символ домашнего уюта. Коллеги по профессиональному цеху появлению символа рады. Вот увидят жителей памятник, считают о ним, и сразу же задумаются о чистоте не только своего двора, но и города в целом. Сегодня в Новочебоксарске стартовало первенство России по вольной борьбе среди девушек 13-15 лет. В Чувашии этот вид спорта развивается активно. Наши спортсменки имеют награды российского и мирового уровня. Подробнее – в следующем сюжете. В первенстве России принимают участие 215 спортсменок. Уже разыграны медали в шести весовых категориях. Завтра найдут своих обладателей еще пять комплектов наград. Эти участники будут участвовать в Салавате на первенстве России 8-12 ноября. Вот там будет непосредственно отбор к первенству Европы и мира. А это просто отборочные соревнования к следующему первенству России. Продемонстрируют свои навыки и поборются за возможность участвовать в следующих соревнованиях 25 воспитанниц республиканских спортшкол. В их числе и Екатерина Михайлова, которая в августе этого года победила в первенстве мира по вольной борьбе. После такой победы в первенстве России любой соперник не страшен. В победе я уверена в том, что уже знаю соперников, с которыми буду бороться. На прошлой рейсе я встречалась со многими. Со многими встречалась на других турнирах в Москве. В борьбу за медали в весовой категории до 44 килограммов Екатерина, а также 12 представительниц Чувашии вступят завтра. Поддержать наших спортсменок может каждый. Соревнования проводятся в Новочебоксарском манеже. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова